Хороший человек, три семерки, и вообще несколько еще других людей, очень такой популярный вопрос. Какой бы вопрос ты задал президенту завтра? Вот завтра же прямая линия, я напоминаю, если кто не знает, для кого это еще вообще, в принципе, волнует. И вот можно задавать вопросы? Слушайте, знаете, вопрос, с одной стороны, настолько простой, с другой стороны, трудный. Простой, потому что, ну, эти проблемы у всех на виду, и они каждому понятны. Очень хотелось бы услышать позицию президента по непопулярным темам. С другой стороны, да, сложность этого вопроса заключается в том, что выбрать из этого самое важное. Ну, действительно, блин, просто невероятно трудно. Настолько огромный пласт, да, вот этих нерешенных, вот этих усугубленных проблем. В какую сторону, не глянь, реально глаза разбегаются и задаешься вопросом, а что из этого действительно то самое важное, да. Конечно, мне хотелось бы спросить у президента Путина итоги, то есть социальной политики, которую они проводят. Ни вопросы международные, ни конфликтом с США, ни спорами с Европой, ни темой Украины. Хотелось бы спросить про социальную повестку. Вот президент на протяжении 20 лет говорит о том, что борьба с бедностью наша приоритетная задача. Между тем, как получилось решить этот вопрос, да, какие результаты спустя 24 года? Получилось эту ситуацию исправить или нет, да? Вот этот вопрос демографии, о котором Путин постоянно говорит, что это проблема, что это катастрофа, что ее нужно исправлять. Сколько денег на это было потрачено? Какие поручения, какие высокие рапорты с телевизионных этих камер и трибун зачитывались в адрес населения? Какая персональная ответственность конкретно у президента? Ну, у нас же есть, да, профильный министр Котюков, там, в камеру не залазит, настолько жирный и просто, ну, омерзительный человек. Я не про его внешность, я про в целом вот этот вот образ. Человек, который должен заботиться о малоимущих, о тех, кому помогать нужно, в первую очередь, в социально незащищенных группах, сам настолько отожрался, да, на народных харчах, что ну, просто без слез не взглянешь на него. Ну, понятно, да, там, министр финансов может не справляться, какие-то там, может быть, другие ведомства, службы, департаменты и так далее. Ну, а их кто назначает-то? Кто за эту кадровую политику отвечает? Я хотел бы спросить у президента, да, вот эта провальная внутренняя политика, которая реализуется на протяжении последних двадцати с лишним лет, за нее кто конкретно будет отвечать? Есть ли ответственность у федеральной власти в принципе? Или там будут просто новые обещания даны? Я понимаю прекрасно, что на тему международных вопросов, говорит, приятнее, да, рассказывать о том, как вот мы русский мир, там, или там, как мы родину, значит, спасем от этого ненавистного Запада. Гораздо круче рассказывать о каких-то недосягаемых для граждан вещах, да, нежели обсуждать рост цен. Сколько поручений давалось президентам? Вот мы говорим о том, что президент дал поручения, а они не выполнены. Но это, с одной стороны, правда, да, с другой стороны, такая хитрая риторика. Царь хороший, бояре плохие, да, ну, простите, если твоя позиция, твои задачи не выполнены, как поступает руководитель? Он увольняет подчиненного, он делает это с грохотом, делает это во всеуслышанность, чтобы остальным это было хорошим уроком, да, чтобы так больше халатно к этим обязанностям, к исполням этих поручений никто не относился, да. Ну, есть вот Набиулина, 300 миллиардов долларов арестовали за валютных резервов. Почему президент ее не уволил? Очень хотелось бы спросить, цели устраивают? Это действительно была задача, к которой мы стремились? Или есть какие-то другие обстоятельства? Почему не уволили, да, любви? Ну, вы представляете, вот мы говорим с вами о том, что есть направление нашей российской жизни, которое правительство провалило. Единственное, кто может оценить, да, в условиях, когда народ от власти отстранен, когда у нас нет возможности влиять на эти процессы, у нас просто механизмов нет, их отобрали все, референдумы невозможно, да, их избирательная комиссия никогда не позволит, и множество примеров есть этому в подтверждении, да. Единственный, кто может с них спросить, это президент. Почему президент не спрашивает за провальные реформы? Почему нету увольнений, дисциплинарных взысканий, уголовных дел, штрафов? Почему нету представителей Следственного комитета с наручниками, которые выводят этих жуликов, которые, ну, очевидно, не затем туда пришли, чтобы о народе думать? Это не происходит, потому что эти итоги устраивают? Или есть какая-то другая позиция? Вот очень хотелось бы спросить у президента вот эти вещи. Я понимаю прекрасно, что среди аудиторий, к сожалению, да, есть люди, которые хотели бы спросить о другом, да, и я вас уверяю, я понимаю, что это действительно кому-то может быть интересно, международная политика, это так манит, так завораживает, да, и президент с удовольствием поговорил бы с вами на этой теме. Все, что угодно, лишь бы не говорить о социальной политике, все, что угодно, лишь бы не обсуждать итоги тех экономических реформ, которые привели к тому, что мы с вами живем нищими в самой богатой стране мира. Поэтому это можно было снять, наверное, отдельный получасовой ролик, да, с вопросами, по пунктам и так далее. У нас даже на канале есть такие сюжеты, да, мы когда-то в прошлом, по-за прошлому году что-то подобное снимали, но я вас уверяю, эти вопросы президент знает, и для того, чтобы их не обсуждать, завтра на этой пресс-конференции будут специально обученные люди, которые будут задавать нужные вопросы, более приятные темы поднимать, и президент будет чувствовать себя как рыба в воде.